Православные сегодня отмечают крещение Господне. По традиции во всей стране проходят праздничные богослужения и крещенские купания. Для этого на водоемах делают специальные проруби, а на территориях церквей устанавливают купели. Считается, что такой обряд очищает душу. В Сургуте организовано семь площадок для купания. Шесть купелей на территории церквей и прорубь на карьере на Югорском тракте. Много ли было желающих окунуться, расскажет Мария Ливанян. Это очень важный праздник, а погружаться в воду – это такая традиция. В этот день люди набирают святую воду в храмах. Прежде всего, конечно, идут, каются в грехах своих, очищают, исцеляют душу свою в таинстве покаяния, причащаются святых Христовых таинств. И нет греха, если кто желает и здоровье имеет, погрузиться в воду. Всего в Сургуте купели посетили более шести тысяч жителей. Для многих из них пришли окунуться прямо утром, почти сразу после того, как воду осветили. У меня каждый год такая традиция, потому что вода очищает, она обновляет. И Новый год, новая жизнь, легкость, свобода. И всегда открываются новые возможности. Подготовкой проруби и обеспечением безопасности у купели на карьере у Югорского тракта занимаются спасатели, сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь. Окунаться в воду на окрещение для некоторых из них тоже традиция. «Священный праздник. У меня традиция, вся семья окунается испокон веков, скажем так. Я считаю, нужное дело. Это для здоровья полезно. И смыть, так сказать, маленькие грехи, они есть у всех. Смыть их надо. После выхода из воды, особенно первые 2-3 минуты, очень сильно чувствуешь прилив сил, что здоровее стал. И вообще жизнь намного проще становится. Вода очень теплая, хорошо». Православные жители Сургута сегодня не только окунаются в проруби, но и посещают литургии. В этот день принято ходить на исповедь, каяться в своих прегрешениях и набирать воду. В крещении происходит великое освящение воды. Такое таинство случается только два раза в год, накануне 18 января и в сам праздник. «Мы ее и пьем, и в приготовлении используем. Она очень долго хранится, и купаемся даже мы с ней». «Вообще ее пять лет можно, скажем, не пить целиком, а добавлять простую воду, по три, по четыре, там, скажем, в лоточках, и вода становится святой». «Пью утром натощак водичку. Можно цветочки поливать, да. А, ну, когда болеешь, можно и умыться, и тоже попить немножко. Все, детей тоже так же умывать маленьких, по глоточку давать». Святая вода, как отмечают представители духовенства, имеет силу и положительно влияет на организм в случаях, когда пьют ее с верой и благоговением. Тоже можно сказать и об окунании в прорубь. Мария Ливанян, Сергей Коликов, Сургут, 24.